ой ребята как же я люблю предпутешественное настроение знаете с чего начинается мое путешествие мой отпуск с того момента когда достаю чемодан из шкафа ой вот такой вот огромный чемодан достается ребята всем огромнейший привет всем доброго времени суток ну у кого какое у кого день у кого вечер у кого утро а у нас поздняя ночь я только пришла с работы и так как на работе у меня сегодня был не очень тяжелый день поэтому я полна энергии вообще настроение у меня прекрасно и решила достать чемодан и начать собираться путешествия в дорогу я уже говорила в своих видео что я не тот человек который собирается за полчаса или за полдня мне нужно много времени мне нужно все продумать все собрать чтобы ничего не забыть но во первых нужно перестирать все вещи я люблю чтобы в дорогу все все вещи были свежие до нашего путешествия осталось немножко больше чем неделя и за эту неделю мне нужно очень очень много чего переделать в том числе собрать чемоданы чемодан уже видели да вот этот вот огромный наш и наверное еще возьмем поменьше чемодан так как мы с моим мужем налегке не путешествуем всегда набираем столько вещей и в большинстве случаев мы их все не носим и каждый раз ездим куда-то отдыхать каждый раз говорим все мы не будем брать много вещей все равно особенно с моим мужем ребят он всегда столько вещей набирает дело в том что он не говорит что он будет брать знаете вот так из шкафа вытаскиваю вещи показываем горит это да или нет но чемоданы все равно собираю я так что мне нужно не только свои вещи собрать а еще и своего мужа вещи двойная работа так а как я уже сказала за эту неделю столько нужно дел передят во первых я работаю я работаю до самого отъезда мы улетаем в понедельник а последний мой рабочий день в субботу то есть воскресенье у меня один день но я уже сама себе сказала что я не буду оставлять все на последний день потому что не хочу нервничать я хочу чтобы воскресенье мне уже были собраны чемоданы воскресенье только пойду на маникюр и педикюр и все не хочу нервничать и так у меня цель до воскресенья уже собраны все вещи и чемоданы так как я собираюсь в дорогу расскажу вам вот буквально с недавнего времени начала собираться по списку написала список я думаю многие так именно делают но я вот для себя выбрала такой способ совсем недавно буквально перед последним нашим путешествием пишу список ребят вот такая у меня тетрадка пишу список и по этому списку собираюсь классная кстати идея чтобы ничего не забыть ну и в принципе в каждое путешествие мы всегда берем одно и то же ну вот у меня ну например вот что у меня написано в этой тетрадке лекарства косметика обувь очки купальники первое что у меня первое написано паспорта это самое главное что а не забыть в путешествие потому что без паспортов никуда вы не не улетите вот в прошлый раз были мы где мы были в круизе забыла я знаете что забыла пляжную сумку это очень удобно да мы в круизе у нас там две-три остановки было и понятное дело что мы купались где-то там на пляже были вот забыла пляжную сумку мне есть такая классная синяя сумка я ее забыла вот сейчас написала мне последний пункт пляжная сумка что еще забыла прошлом путешествие забыла пижамы муж у меня возмущался где моя пижама бежамой грудь и и положил но ты же собираешься всегда ну вот забыла пижамы сейчас нужно дописать нет свои свои пижамы я взяла но они мне не записаны сейчас допишу пижам и так вот по списку буду собираться в дорогу а ребят забыла вам рассказать сегодня с мужем забукали экскурсию забукали это значит зарезервировали или заказали сайта на котором мы бронируем отели а сайт называется booking.com нам прислали имейл вы имели нам предлагают экскурсию мы летим в пунта-кану и предлагают всевозможные экскурсии ну значит сегодня мужу показала говорю какую хочешь он говорит давай остров саона я очень много слышал очень много видео других блогеров смотрел об этом острове конечно очень красивый там пляж такой классный вода такая изумительная в общем-то очень хотела побывать на этом острове и муж конечно же так как он доминиканец конечно же тоже очень хорошо знает этот остров саона в общем-то забукали мы экскурсию экскурсию на этот остров экскурсия однодневная она начинается очень рано утром на каком-то катамаране или какой-то лодке в общем-то отвозят нас туда и там и целый день он у них даже обед включен и открытый баром вернее ну как open bar как это сказать в общем-то безлимитное количество спиртных напитков так экскурсия стоит 70 долларов на человека значит 140 долларов за двоих в общем-то а мы еще хотели другую экскурсию до эту экскурсию уже все взяли вторую экскурсию сначала думали что возьмем потом передумали значит вторая экскурсия была в столицу доминиканы в санто доминго мы там уже были мы там уже были вообще мы каждый раз мы уже сколько на на четыре раза были в доминикане вместе с мужем и каждый раз летали в санто доминго потому что у мужа там живут родители но в этот раз решили санто доминго он конечно не такое это более как столица есть столица понимать это не такая как бы курортная курортное место конечно в пунта кани будет намного лучше но мы туда летали из-за родителей потому что каждый раз ездили в гости к родителям но останавливались все равно не у них а в гостинице а к ним просто ездили в гости в этот раз решили слетать в пунта кану пунта кани я ни разу не было так вот вторую экскурсию хотели сначала взять в санто доминго но во первых мы там уже много раз были все это видели а во вторых все таки решили с мужем к родителям съездить на машине взять на один день в аренду машину и своим ходом съездить к родителям в гости пересмотрела только что видео которое сняла у меня такое лицо красное это я с работы принесла маленькую коробочку кинва салат из кинва но он немножко перчон и немножко даже хорошо перчон и там и красный перец и вот когда съем что-то перчона смотрите сразу щеки краснеют вот даже грудь покраснела кстати у меня даже иногда от алкоголя тоже щеки краснеют ну вот такая вот я краснощука и матрешка так ребят ну что пойдемте собирать чемодан потихоньку что сегодня у меня по списку там что первое списку то покидаю в общем-то процесс пошел процесс начался сборов в дорогу и так с чего начинаю упаковывать чемодан ребят извините за посторонние звуки это у меня машинка стирает униформа на завтра свою стира и так первым делом положу же сумку которую в прошлый раз мы забыли вот такая у нас пляжная сумка она очень мало места занимает и очень удобная вместительная так первым делом ложится у меня на дно пляжная сумка ребят вот смотрите что беру очень нужная вещь вот такой вот пакет это у нас пакет для мусора я два возьму на всякий случай пакет знаете для чего грязную одежду которая у вас нижнее белье носки и так далее грязную одежду складываете сразу в этот мешок и привозите домой тоже очень место занимает мало два вот таких вот пакетика следующее что буду а забрасывать в чемодан это свои купальники вот у меня конечно их очень много все брать не буду сейчас буду выбирать самые мои любимые нет этот не буду это я обычно в парке езжу это у меня новый вот такой вот купальник в основном у меня конечно сдельные купальники не раздельно вот это новые у меня черно такой голубой вот это тоже у меня новый еще ни разу не одевала смотрите цвет какой прикольный но вот этот наверное беру это у меня раздельно он уже маленький вот этот прикольный купальник этот раздельный но классно она мне смотрится тоже посмотрите какой цвет классный где от него низ от этого купальника а вот не из этот тоже буду нет это не тот где низ низ ты где низ а низ в самом низу вот этот купальник раздельный беру и хорошо сейчас машинка остановится звук это тоже надоел так вот этот купальник обязательно беру я его покупала перед круизом классный бебе купальник так классно она мне сидит с такими камушками 22 будут одинакового цвета но ничего пускай будет так что еще беру что еще беру этот не беру он хорошо машинка остановилась ребят извините за звук сейчас так тихо хорошо вот этот ой даже не помню как он на мне не маленький он на меня красный вот такой вот это такой старенький это даже не будут не буду брать одну что это и все у меня да вот этот новый тоже возьму черно черный синий так сколько 4 хватит наверное хватит я думаю хватит